МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный банк Казахстана снизил значение базовой ставки на полпроцентных пункта. По состоянию на 5 июня она составляет 10,5% с коридором плюс-минус 1%. Об этом сообщил председатель Национального банка Даниил Акишев в ходе брифинга в Алматы. Как пояснил главный банкир страны, решение принято на основании оценки макроэкономических индикаторов. Также глава Национального банка озвучил среднесрочный тренд, согласно которому ожидается дальнейшее понижение базовой ставки при условии сохранения благоприятных экономических показателей. Частота, скорость и величина дальнейшего изменения ставки будут определяться такими показателями, как соответствие фактической динамике инфляции, целевым и прогнозируемым параметрам, а также индикаторами депозитного и кредитного рынка и в целом финансового рынка. Важным ориентиром для Национального банка становится базовая ставка в реальном выражении, то есть это номинальная ставка за минусом таргетированного уровня инфляции. Ее планируется удерживать не выше 4%, то есть на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста. Экономика Казахстана Налогово-бюджетного стимулирования и росту цен на нефть. В таком контексте экономика Казахстана, по прогнозам банка, вырастет на 2,4% в этом году и на 2,6% в следующем. В ТРАО-экологи смогут в режиме реального времени определять предприятия, допустившие выброс газов в атмосферу. Такую возможность они получат благодаря газоанализаторам и передвижной лаборатории. Средства на их приобретение, больше 100 миллионов тенге, выделили из областного бюджета. По официальным данным, в прошлом году промышленные предприятия выбросили в атмосферу 158 тысяч тонн вредных веществ. Новое оборудование позволит в режиме реального времени определять, откуда и что попало в атмосферу. Анализ будет делаться сразу по 25 видам загрязняющих веществ, газов. Это позволит сразу же найти и наказать виновника выброса. Движение по шестиполосной магистрали Караганда-Тимиртау откроют уже в этом году. Сейчас работы по реконструкции и расширению дороги в рамках программы Нурлужул идут уже полным ходом и днем, и ночью. В них задействованы около 500 специалистов. Эти 15 километров между Карагандой и Тимиртау – самый загруженный загородный автоучасток страны. Ежедневное движение более 25 тысяч машин. С таким потоком не справлялись даже четыре асфальтные полосы. Поэтому реконструкция этого года предусматривает увеличение количества полос до шести плюс новые четыре развязки. Примечательно, что все материалы, используемые на строительстве дороги, отечественные. В ход пойдет даже мусор Тимиртауской магнитки. Как оказалось, металлургические шлаки имеют отличные показатели плотности и будут надежной подложкой под 20-сантиметровым бетонным слоем. В общей сложности дорога обойдется в 11 миллиардов тенге. Общая нитка благополучных дорог продолжит ремонт участка от Балхаша до границы Карагандинской области. А с 2019 по 2022 год запланирована масштабная реконструкция 400-километрового участка трассы от Караганды до Балхаша. Преобладают так называемые грязевые вулканы практически по всей дороге. Сложные грунты, плавуны. Приходится грязь в эту вычерпывать, бутовать ее. Значит, ну, наряду с тем, что применены новые технологии здесь, как стабилизаторы грунта. Дмитрий Медведев подписал план реализации основ в госполитике регионального развития до 2025 года. Об этом премьер сообщил на совещании со своими заместителями. По словам главы правительства, документ предусматривает меры поддержки экономики и социальной сферы, а также создание дополнительных стимулов для привлечения частных инвестиций в регионы и муниципалитеты. Еще один важный вопрос касается внутренних авиаперевозок. Правительство в этом году намерено расширить программу субсидирования авиакомпании, благодаря чему число льготных рейсов внутри страны увеличится. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Станут доступнее билеты сразу в несколько регионов. Появятся и новые города, откуда можно будет лететь по льготным тарифам. Благодаря программам субсидирования билеты действительно становятся дешевле. В Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку. В Крым, на Дальний Восток, льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан. Мы продолжим компенсировать затраты авиаперевозчиков на льготные полеты и в этом году. Более того, мы продолжаем расширять географию этих полетов. Я подписал два документа, которые увеличивают сеть датируемых маршрутов. Количество субсидируемых маршрутов на Дальнем Востоке увеличивается с 67 до 73. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил о росте инвестиционной активности компании Вьетнама и Китая в проекты сельского хозяйства в регионе. Андрей Воробьев рассказал о социально-экономической ситуации в Подмосковье, а также реализации ряда крупных инвестиционных проектов, в том числе при участии иностранных инвесторов. Глава Московской области, в частности, отметил, что вьетнамские компании специализируются на проектах по грибам и молоке, тогда как компании из Китая инвестировали в производство свинины. Год мы завершили неплохо с точки зрения экономики, но, что приятно, в первом квартале 2017 года показатели тоже стабильны. Мы запланировали повышение заработной платы не только учителям и врачам, но и младшему медицинскому персоналу, и нянечкам, младшим воспитателям. Младшим воспитателям в этом году мы поднимем зарплату на 70%. Очень востребовано, очень долгое время не могли себе позволить. Хочу сказать о том, что мы завершаем строительство перинатальных центров. Это тоже федеральная программа. Где? Только перинатальные центры, вот здесь можно увидеть. По федеральной программе мы строим два. В Нарафаминске? В Нарафаминске, в Коломне. Это два самых современных перинатальных центра. Новейшие образцы техники, средства защиты растений, ветеринарные препараты и участники из 25 стран. В Нарфаминске готовится к открытию крупнейшей сельхозвыставки «Белагра-2017». Экспозиция будет масштабнее предыдущей. Она переезжает в торгово-логистический центр «Глобус» в агрогородке Щомыслинце под Минском. На площадке в 50 тысяч квадратных метров свои достижения представят 507 компаний со всего мира, от США до Австралии. Особенность этого года – проведение Белорусско-Африканского аграрного форума. Выставка, говорят организаторы, заинтересует не только специалистов. Так, посетители смогут увидеть мастерство пахарей во время международных соревнований, оценить продукты питания на конкурсе «Чемпион вкуса» и даже попробовать уху на стенде «Рыбатская деревня». Вход на «Белагра» свободный. 90 человек будет в состав делегации, официальной делегации, 60 человек, которые будут посвящать выставку. Цель и задача – это налаживание конкретных и определение аспектов нашего сотрудничества. Но мы от этого форума ожидаем усиления присутствия нашей продукции на африканском континенте. Германия и Франция договорились ускорить и интенсифицировать интеграционные процессы в еврозоне. Создадут для этого двустороннюю рабочую группу на министерском уровне. Об этом сообщили министры финансов двух стран – Вольфган Шойбле и Брюно Лемер. По итогам их встречи в Берлине. Рабочей группе, как отметили министры, предстоит выработать предложение по укреплению валютного союза и немецко-французского сотрудничества. Париж и Берлин считают, что еврозоне необходимо придать новую динамику, что экономические лидеры региона и попытаются сделать. Мы оба знаем, что одна из основных задач сейчас – внести наш уклад в качестве министров финансов в развитие этой Европы. Перед нами открываются широкие перспективы, но также серьезные вызовы. Мы знаем, что укрепление еврозоны будет иметь решающее значение. Уже много лет мы говорим о том, что нам нужно продвинуться вперед в развитии еврозоны, но этот процесс происходит недостаточно быстро и не зашел достаточно далеко. Мы хотим, чтобы он шел быстрее, чтобы мы двигались вперед по конкретному пути. Бундесбанк Вашингтоне состоялась церемония вступления Черногории в НАТО, после чего Балканская республика официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. В церемонии принимали участие премьер-министр республики Душка Маркович и генсек НАТО Иенс Толтенберг, отметивший, что вхождение Черногории в альянсы важно для стабильности на Балканах и международной безопасности. Флаг Черногории поднимут над штаб-квартирой НАТО 7 июня. Редактор субтитров А.Семкин